Здравствуйте, уважаемые подписчики! Здравствуйте, уважаемые садоводы! Вот как уже неделю я дома, вернулась из солнечной Турции, и последний мой сюжет был о бугенвиллее, бугенвиллее пёстролистной. И вот сейчас я вам хочу показать, как цветёт бугенвиллея у меня дома, в горшках. Так, возраст моих саженцев, в общем-то, уже некоторых достаточно серьёзный. Ну вот, допустим, левый горшок точно лет 10, горшок по центру лососевого цвета тоже лет 8, ну а вот эти вот в уголочке саженцам лет по 6-7. А вот этот вот, тот, что вот маленький, он прошлогодний черенок, который в этом году у меня летом был вынесен в теплицу, и вот так он активно разросся. То есть черенкование – это один из самых простых способов размножения бугенвиллеи. Но давайте рассмотрим строение цветка, поскольку, ну, обычный цветок, если у растения есть, то это растение должно размножаться семенами. Но, увы, ни разу не видела на бугенвилле семена. Вот смотрите, вот то, что мы видим ярко окрашенное – это не цветок, это прицветник. А цветок, вот эти вот палочки внутри цветка – это и есть цветок. Иногда он белый, иногда красный. Ну вот здесь вот ещё вот видим, да? То есть бугенвиллея не размножается семенами, но очень легко укореняется и даёт прекрасное цветение уже на второй год. Поэтому тот, кто бывает в Крыму, а нет, в Крыму я не видела бугенвиллю. Ну, в Греции, на Кипре, в Турции, то все наблюдали пышное цветение бугенвиллеи. И наверняка у многих было желание сорвать веточку, привезти домой и получить тоже у себя цветение. Что требуется в домашних условиях для вот такого обильного цветения? Ну, прежде всего, ну, такой вот солидненький горшочек. Вот, желательно бугенвиллю на лето выносить на улицу, но поскольку у меня очень большие горшки, они у меня стоят на подоконнике, прекрасно цветут и занимают вот целый большущий подоконник. И что ещё я скажу, что вот прежде чем заставить её цвести, нужно бугенвиллю, ну, недельки две-три не пополивать, то есть дать ей подсохнуть. Даже если немножечко листочки начнут опадать, это первый признак того, что бугенвилля, в общем-то, через какое-то определённое время после полива и подкормки начнёт активно выдавать вам вот такие вот мощные кисти с цветами. Ну, опять же, хочу сказать, вот это розовое, это прицветник, цветочек, вот эта маленькая палочка внутри, окружённая прицветниками. И как бы растение не привлекало к себе пчёл своим ярким, сочным вот таким вот цветением, пчёл на бугенвилле я практически не наблюдала. Ну и хочу ещё сказать, что бугенвилля – это лиана, весьма крупная лиана, в природе она мощная, и поэтому в комнатной культуре мы её выращиваем по типу бонсая, что ли. Чем больше мы её обрезаем, тем лучше она у нас цветёт. То есть перед каждым цветением, ну, это обычно я обрезаю бугенвиллю в феврале, очень коротко обрезаю, как видите, вот здесь очень много ветвей, которые у меня были срезаны, а это вот всё-всё-всё-всё у меня так активно цветёт. В бугенвилле много разных расцветок. Это и лососевый цвет, и ярко-розовый, и фиолетовый, и есть махровые формы, и белые. Но вот пёстролистную бугенвиллю я всё-таки не привезла, поскольку дважды или трижды я привозила её, пыталась здесь укоренить, и что-то она вот ей не нравится. Поэтому имеем, что имеем. И вот, пожалуйста, бугенвилля в Сибири тоже хороша. И не нужно ехать ни в какую Турцию, ни в какую Юго-Восточную Азию. Пожалуйста, любуйтесь расчудесной бугенвиллей у себя на подоконнике. Ну, всего доброго вам, здоровья! До скорых встреч! На дворе ноябрь, а у меня на подоконнике цветёт бугенвилля.